За сбитого ребенка получил условный срок. Во Владимире вынесли приговор супруги опального бизнесмена Александра Филиппова, которая совершила наезд на 11-месячного малыша. Напомним, трагедия произошла днем 26 июня в жилом комплексе Ладога. Ольга Филиппова ехала по проезжей части в жилой зоне. Проезжая рядом с одним из домов, не убедилась в безопасности маневра и при повороте наехала на ребенка. Он выбрался из коляски, когда мама на минуту зашла в дом. После происшествия женщина не затормозила и продолжила движение. Мальчик от полученных травм скончался. Подсудимая признала вину в полном объеме, принесла соболезнования родителям, возместила имущественный ущерб и моральный вред, оснастила жилую зону видеонаблюдением, поставила сигнальные столбики в местах поворота, оградила детскую площадку от проезжей части. Отец погибшего малыша ходатайствовал о прекращении уголовного дела, но суд отказал. В результате за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, Ольга Филиппова получила два года условно. На полтора года женщину лишили права водить машину. Торговали контрафактом. Прокуратура, полиция и областные чиновники проверили оборот алкогольной продукции в Собинском районе. В одном из магазинов Лакинска надзорные органы обнаружили 40 бутылок водки с поддельными акцизными марками. Кроме того, из оборота изъяли 150 коробок винной продукции. На них у предпринимателей не было сопроводительных документов. По материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело. Выходные движения по М7 будет ограничено. Федеральные дорожники предупреждают. В ночь с 1 на 2 декабря движение по трассе сузят до трех полос. Ограничение движения будет действовать на участке со 121 по 123 километр в пределах города Петушки. С 9 вечера до 6 утра там будут монтировать пролетные строения надземных пешеходных переходов. При этом дважды за ночем 7 полностью перекроют. Сначала движение остановит с 23 до 23.40, а потом с 4 до 4.40. Область покинула еще один замгубернатора Виталий Азаров. 30 ноября стало для него последним рабочим днем. Виталий Азаров ушел с должности по собственной инициативе. В администрации области Азаров руководил представительством региона при правительстве Российской Федерации. Кандидатуры на освободившуюся должность у губернатора региона уже есть. Вошла в золотой резерв России. Ковровская спортсменка Анастасия Авдеева выиграла золотую медаль на всероссийских соревнованиях по плаванию. Ковровчанка стала лучшей в плавании на спине на дистанции в 200 метров. Сребряную медалистку из Московской области Анастасия Авдеева обошла больше, чем на 2 секунды. Соревнование «Резерв России-2018» проводится в Саранске во Дворце водных видов спорта с 29 ноября. В них участвуют более 720 пловцов из 65 регионов России. Всего на соревнованиях разыграют 42 комплекта наград.